МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Статус требует вливаний. У Благовещенска появится своя программа развития. Когда молчание не золото, не все амурчане определились, что делать с накопительной частью пенсии. Берегите природу! Краснокнижные лотосы должны зацвести еще в девяти водоемах области. Об этом и еще многом другом расскажем через несколько секунд. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город». Меня зовут Елена Хохулина. И мы начинаем. Срок до 1 октября. У Благовещенска появится своя программа социально-экономического развития. Сформировать ее обязывает статус столицы Преамурия. Распоряжением главы региона Александра Козлова в документ включат проектирование и строительство двух школ на две тысячи учащихся, двух крытых катков и пяти школьных стадионов. Предусмотрят средства на развитие дорожной сети. Благовещенск уже второй год получает из области около 300 миллионов на ремонт дорог. В следующем году размер этой помощи сохранится. Это позволит достроить дороги в районе пятой стройки, в 800-м квартале, отремонтировать аварийные участки магистралей. Кроме того, в городе нужно завершить такие крупные стройки, как мусороперерабатывающий завод, очистные сооружения, вторую очередь северного водозабора, берегоукрепление река Мур и Зея. Учтет программа и пожелания рядовых благовещенцев. На сайте городминистрации появится тематический опросник. Один из проектов, который в нашем городе реализуют с помощью федерального бюджета, это канализационный коллектор. Сдать четвертую очередь сооружения обещают в 2017-м. На это потратят почти миллиард. 200 миллионов нужно освоить в этом году. Какой объем работ выполнен, сегодня проверили специалисты администрации. На объект выехала и наша съемочная группа. 40 из 1200. Именно столько метров канализационных труб осталось проложить на участке коллектора от Чайковского до Первомайской. Рабочие орудуют здесь с начала июня. За это время до улицы Лозо успели проложить и теплотрассу, и водопровод. Осталось еще два квартала. А через пару недель земельные работы строители обещают завершить. К первому сентября участок начнут готовить к зиме. Сделают подушку под асфальт из песка и щебня. На 1 августа 109 миллионов освоен. То есть на сегодняшний день, можно сказать, что уже более 130 миллионов освоено, потому что работы выполнены и после 1 августа. Успеваем. Работы идут, как мы все с вами видим, в интенсивном темпе. То есть с подрядчиком мы довольны. Четвертую очередь канализационного коллектора условно разделили на три части. Последним в ремонт уйдет участок Зейской в другой части города. От новой до железнодорожной. Срок окончания всех работ – 2017 год. А по участку Зейской от Трудовой до Кузнечной эскаваторы не ходили с прошлого года. Именно тогда здесь завершились все земельные работы. Расширенную проезжую часть сейчас приводят в надлежащее состояние. Мы выполняем уже все благоустройство. Дорожное покрытие из асфальта, бетона, бортовые камни, тротуары. Растительный грунт будет у нас здесь уложен, посев трав и освещение улиц. Этот участок со всем благоустройством сдадут к 1 сентября. В целом, ко дню знаний, рабочие планируют закрыть все перекопы по Зейской. Чтобы ходить в школу, юные благовещенцы могли по безопасным улицам. Регина Сорокина, Андрей Белый, программа «Город». Готовность школ и школьников к новому учебному году обсудили сегодня на планерном совещании в мэрии. Специалисты управления образования отчитались. К новому учебному году школам выделили почти 23 миллиона бюджетных и внебюджетных рублей. Часть из них потратят на покупку учебников. Их образовательные учреждения получат к 20 августа. При этом старшеклассники смогут обучаться как по печатным, так и по электронным версиям учебников. Меж тем, проверить готовность самих школьников специалистам только предстоит. С 10 числа началась во всех образовательных организациях акция «Всеобуч», в ходе которой все дети группы риском, обеспеченные школами, будет оказываться помощь совместно с органами социальной защиты по подготовке их школин. А 19 августа 300 первоклашек из социально незащищенных семей получат губернаторские портфели. Кстати, в этом году звонок впервые прозвенит для 2800 ребятишек, что почти на 200 больше, чем в прошлом. Нехватки не будет и в учителях. Если в 2014-м на 1 августа открытыми оставались 164 педагогические вакансии, то в этом всего 4. При этом 22 рабочих места предоставили выпускникам вузов. Восемь протоколов за нарушение правил торговли спиртным за неделю составили правоохранители. Одни продавцы отпускали алкоголь в неположенное время, другие продавали горячительное несовершеннолетним. На планерном совещании в мэрии ситуацию решили менять. Собравшиеся пришли к общему мнению о том, что закон не желают соблюдать не только предприниматели, но и клиенты. С начала года в администрацию поступило 17 жалоб от горожан, которым мешают спать посетители пивбаров, расположенных в жилых домах. Мэр города Валентина Калита поручила административной комиссии усилить контроль за пивными магазинами, а правоохранителям не пренебрегать жалобами граждан. Спросить глава города намерена из самих предпринимателей. Если они открывают, значит, они обязаны гарантировать безопасность, социальное спокойствие всех жителей, которые вокруг, и порядок. Потому что если вы это делаете, значит, вы должны тоже за это отвечать. Поэтому я полагаю, что надо, может быть, там и пригласить кого-то из руководителей, на кого 17 жалоб. Больше 60% россиян являются молчунами. Так в пенсионном фонде называют граждан, которые пока не определились, нужна ли им накопительная часть пенсии и кому доверить свои средства. Времени на принятие решения у них не так много – всего полгода. Наш корреспондент Кристина Добровольская решила разобраться, что теряют молчуны и какие варианты есть у будущих пенсионеров. С 1 января 2015 года в России действуют два вида пенсионных накоплений – страховая пенсия, ее государство гарантирует каждому по достижению пенсионного возраста, и накопительная, предназначенная для инвестирования с целью получения дополнительного дохода. Поэтому в первую очередь молчунам стоит решить, нужен ли им дополнительный доход и какие риски с ним связаны. Накопительная пенсия, она же инвестируется, то есть она вкладывается, все эти средства вкладываются в какие-либо активы, в ценные бумаги, то есть на депозиты в счетах, в банках. Поэтому они могут приносить как доход, так и отрицательный результат от инвестирования. Здесь и заключается риск в накопительной пенсии. В Амурской области заняться формированием своей пенсии могут более 250 тысяч человек. Всем им не больше 48 лет. У них есть три варианта. Первый – оставаться молчунами, и тогда у них останется только страховая часть пенсии. Второй – обратиться в государственный пенсионный фонд и выбрать компанию, которая будет управлять средствами. Третий – обратиться в негосударственный пенсионный фонд. Последние варианты выбрали более 108 тысяч амурчан за более высокий процент. Среди них и Светлана Соловьева. В государственном пенсионном фонде, скажем прямо, мне не очень понравились, куда вкладываются. Например, я, конечно, понимаю, что нужно развивать отечественный автопром. Я, конечно, понимаю, что нужно развивать отечественное сельское хозяйство. Но я, с другой стороны, понимаю, что сейчас, наверное, это не самые выгодные и не самые передовые отрасли в нашей стране. И если инвестировать в них, то я боюсь, что не сильно много я назарабатываю. Основное отличие государственных фондов от негосударственных в том, что последние ежегодно инвестируют на копительную часть в самые прибыльные проекты и заставляют деньги работать. И, как сами заверяют, могут добавить к пенсии 4-7 тысяч рублей. Есть еще один плюс, которого нет в государственном фонде. Есть существенное преимущество – наследовать. Если, не дай бог, с вами что-то случится, ваши денежные средства будут наследованы в первую очередь вашим детям, родителям, супругам, либо ближайшим родственникам. За деятельностью всех, без исключения пенсионных фондов, тщательно следит Центробанк. Их рейтинги в открытом доступе в интернете. Успешные фонды всегда указывают показатели на своих сайтах. Молчанам остается только сделать свой выбор. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». Покупательская способность посетителей Амур-экспо-форума упала на 30%. К такому выводу пришли организаторы международной экономической выставки-ярмарки, которая завершилась накануне. Впрочем, плюсы в ее проведении, несомненно, есть. И это не только реклама. За три дня форум посетило более 10 тысяч человек. Для того, чтобы привлечь их внимание, 160 участников выставки, 19 из которых прибыли из-за рубежа, всеми силами старались показать себя с лучшей стороны. И хотя тратить деньги у гостей не торопились, в убыток никто из участников не сработал. Более того, измененный формат форума открыл новые горизонты. Чем отличаются эти ярмарки, особенно вторая Амур-экспо от предыдущих? Насыщенной деловой программой. То есть, кроме того, что можно купить и продать, можно заключить какие-то сделки, договоры, можно в зале послушать на разные темы экспертов, специалистов, составить диалоги с властями. Некоторые участники в ходе ярмарки разглядели в своих соседях выгодных партнеров и заключили договоры о сотрудничестве. На это же надеются и российские компании, отправляющиеся в Хэйхэ, чтобы поучаствовать в продолжении форума на китайской стороне. Что интересно, наши предприниматели в основном везут в Поднебесную продукты. Самым популярным в этом году стал мед. Его повезут на ярмарку пятеро из тринадцати заявившихся участников. За грантами и инвесторами на Курилы. Четверо амурчан представят наш регион на Всероссийском форуме Итуруп. Он пройдет на одноименном острове с 12 по 24 августа. Перед отъездом с делегатами встретился Александр Козлов. Форум объединит около 200 молодых преподавателей и аспирантов, членов патриотических организаций со всей страны. Амурчане представят на нем четыре проекта, касающихся развития трудоустройства выпускников, производства кормов для животных, пищевых и косметических продуктов на основе сои, а также организации площадки «Даю добро». Исполняющий обязанности главы региона труды наших делегатов одобрил. По его оценке, каждый из них может претендовать на гранты, которых на форуме будет разыграно 18. То, что вы сегодня поедете и стали участниками этого мероприятия, это первые шаги тех больших грантов, которые вы будете представлять, уже трудяясь, наверное. Может быть, кто-то к нам придет спустя какое-то время, скажет, «Я готов». Кого-то мы попросим поработать над определенными инвестпроектами с нашей стороны. И к другим темам. Завтра в Благовещенском городском суде состоится первое судебное заседание в режиме онлайн-трансляции. В прямом эфире покажут суд над благовещенским бизнесменом. Мужчину 1983 года рождения обвиняют в убийстве собственной матери. Эта история имела общественный резонанс с самого начала. Поэтому именно это дело решили разбирать в режиме прямой интернет-трансляции. Судебное заседание состоится 12 августа в 14 часов. Доступ к просмотру откроют на главной странице сайта ведомства. Трансляция пройдет в режиме многокамерной съемки. В Благовещенске купаться, не опасаясь за свое здоровье, можно только в двух местах отдыха, сообщают специалисты Роспотребнадзора. Они обновили список безопасных водоемов. В результате еженедельного мониторинга воды и почвы чистыми признаны только первое и второе Владимировские озера. Рекозея похвастать таким статусом на этот раз не смогла. Ни в районе поселка Зазейский, ни по правому берегу. В списке опасных мест также Чегиринское водохранилище. Купаясь здесь, горожане рискуют подхватить острую кишечную инфекцию. Еще на девяти Амурских озерах, в том числе в Благовещенске, этим летом появились саженцы лотосов. Специалист Амурского Россельхознадзора Павел Жирнов решил самостоятельно увеличить популяцию краснокнижных растений. Однако в некоторых местах мужчина встретил препятствия. От чего лотосы нужно защищать, расскажем в следующем сюжете. Вот я смотрю, лотосы прижились хорошо, новые листья появились, вот свернутый листик. Проверять свои краснокнижные детища в плодопитомник Павел Жирнов наведывается каждую неделю. Семь лотосов в местном озере мужчина высадил в 20-х числах июля. Теперь мониторит их состояние. Объясняет, основания переживать у него были. Все было нормально при посадке. Единственное, что появился один обаятельный бородач и пригрозил, что эти лотосы выдерет, так как они могут привести к завелению водоема, к полному зарастанию и прочим неприятным последствиям. Ну, очевидно, гражданин одумался и не осуществил свой преступный замысел. Поэтому, как видим, сейчас все нормально, лотосы развиваются. Больше всего местный житель беспокоился, что с лотосами не будет соседствовать рыба. Однако, давно облюбовавшие водоем рыбаки уверены, краснокнижники улову не помешают. Ну, это здорово. И тем более, здесь вся вода нормальная. Здесь же колодец раньше был. Здесь вода хорошая. И рыба зимует. Я сам удивляюсь, как сазан, который по 10-15 килограмм, остается живой здесь. В природе самой большой угрозой для лотосов является андатра. Но она в озере плодопитомника не водится. Вторые по списку – дети. С ними работу проводит администрация поселка. Разговариваем в основном с детьми, потому что они купаются в озере. И им интересно новое растение, чтобы не выдергивали. Как бы разъяснительную работу проводим, что это краснокнижное растение. Я думаю, на следующий год они зацветут. Это большая будет радость и для местного населения, и для жителей города. Так как в городе это будут первые лотосы. Главное, чтобы лотосы хорошо перезимовали. В июне следующего года будет понятно, прижились они или нет. Если приживутся, бутоны во всей красе раскроются уже в июле. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». И это все на сегодня. Напоминаю, что наши новости вы всегда можете найти на сайте tv-город.ру. Звоните в редакцию новостей по телефону 52-42-02. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. В среду 12 августа в Благовещенске утром плюс 24 градуса. Солнечно. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем столбик термометра перевалит за 30-ти градусную отметку. На небе ни облачко. Ветер слабый. В вечернее время накидывать кофту пока не спешите. Лето в разгаре. Плюс 24. Солнечно. Ночью плюс 19. Ясно. Осадки маловероятны, а ветер южный.